Трагедия на улице Гоголя разыгралась вечером 15 января. Супруги Шеплякова к этому моменту уже не жили вместе, но вопрос, с кем останутся дети после развода, по-прежнему стоял на поездке особняком. Выяснение отношений, взаимные упреки и трагическая развязка. Ревность и обида, по мнению следствия, основные мотивы жестокого убийства. В ходе данного скандала он попросил детей выйти на улицу, пояснив им, что сейчас они поедут кататься на горках. Осталось вдвоем с супругой, где у них начался конфликт на почве дальнейшего ракоразводного процесса и определение места жительства в дальнейшем детей. В ходе этого конфликта произошла вот эта ссора у них, в связи с чем он увидел нож, лежащий на столе в комнате, взял данный нож и стал наносить ей удары этим ножом. Ударов нанес более 30 в жизневажные органы, верхняя часть туловища, конечности. В связи с чем через непродолжительное время она скончалась на месте совершения преступления. Тело Жанны Шепляковой обнаружили вызванной на скандал полицейские, взломав дверь. Ее новый молодой человек, в этот момент у них осуществлялась переписка. В начале 9 вечера, то есть в 21 где-то 05, погибшая написала ему, чтобы он вызвал сотрудников полиции. Он вызвал сотрудников полиции, но когда сотрудники полиции приехали, дверь была закрыта, то есть он уже скрыл с места происшествия. Сотрудники полиции вверху, там в двери, дверь немного была отогнута, увидели через данный проем, что там горит свет и лежит тело. Сразу после убийства обвиняемый вместе с детьми выехал в Тверскую область к своим родителям, а сам по приезду пошел в полицию, написал явку с повинной, но при проведении судебно-психологической экспертизы уточнил, что был в состоянии аффекта. Дескать, ничего не помню. Рязанские следователи в этом усомнились. Имелись основания у нас, поскольку были иные показания, что давал нам основания для проведения повторной экспертизы, уже стационарной. Данная экспертиза была назначена в институте имени Сербского. После ее проведения было установлено, что, согласно выводам эксперта, что он осознавал, что совершал преступление в состоянии так называемого аффекта, не находился. В связи с чем было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину признал. Сейчас обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Может и меньше, если суд учтет явку с повинной. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова